Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан на этой неделе состоялось вовремя и в срок. Во первых строках этого совещания буквально в первые минуты Хабиров поздравил с 50-летием Елену Прочаковскую, отдельно подчеркнув, что подсудимая Прочаковская на данный момент продолжает занимать должность начальника управления администрации главы Республики Башкортостан. Ну, очень странное упорство проявил Ради Фаритович, подчеркивая уголовную сущность своего ближайшего окружения. Еще 16 минут после этого Хабиров перечислял форумы и поездки, которые случились с ним на прошлую неделю. Он открыл тропинку вокруг мавзолея Турахана, он открыл двуспальную юрту около Таратау, а также осмотрел состояние подпорок общежития колледжа в Кушно-Рентновском районе, придя к выводу, что подпорки, похоже, что надо уже ремонтировать. В общем, бурно провел прошлую неделю, дорогой Ради Фаритович. Не забывайте, пожалуйста, поддерживать наш канал. Если вы смотрите его регулярно, подпишитесь на него. Это поможет вам не пропустить очередные выпуски. А также не забывайте материально помогать нашему каналу «Открытая политика». Мы существуем исключительно на ваши пожертвования и без вашей помощи мы не сможем существовать дальше. Так что не стесняйтесь. Вот вам расчетный счет, на который с пометкой пожертвования можно отправить любую сумму, которую вы считаете возможной помогать нашему каналу. Также расчетный счет вы можете найти в описании под каждым нашим видео на нашем видеоканале. Традиционно заслушали доклад о состоянии в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях. Ирина Александровна Голованова на совещании отсутствовала и за нее отчитывался замминистра ЖКХ господин Палтусов. Он сообщил нам о пяти авариях в жилищно-коммунальном хозяйстве. Собственно, все они устранены, обращать на них внимания не стоит. Также упомянул, что популяция дворников в Республике Башкортостан за неделю упала на 11%, что, по словам того же Палтусова, никак не отражается на изумительном состоянии городов и сел цветущего Башкортостана. Очевидно, что Министерству жилищно-коммунального хозяйства также выдана инструкция о том, что ни в коем случае нельзя нагнетать негатив и вообще упоминать о чем-то плохом. Соответственно, конечно же, Палтусов, например, не упомянул о том, что Ради Хабиров подписал указ о повышении стоимости жилищно-коммунальных услуг в Республике Башкортостан на рекордные 13%. Для сравнения, с 1 июля текущего года стоимость ЖКХ, например, в Москве вырастет только на 11%, в Башкортостане на 13%. Так что, ну, конечно же, Палтусов об этом сообщать не будет. Мы все об этом узнаем из платежек, которые нам принесут, как говорится, вот уже 10 июля, и, соответственно, мы увидим там колоссальный рост стоимости ЖКХ. Так что отсутствие оплаты за отопление будет компенсировано ростом просто цен всех остальных услуг. К моему великому удивлению, кстати говоря, заслушали возвратившегося из отпуска Клебанова, министра транспорта и дорожного строительства. Клебанов сообщил о том, что за минувшую неделю в Республике случилось 47 ДТП, пострадало 62 человека и четверо погибли. Это те самые четверо, которые погибли в жуткой аварии в Каиргазинском районе. Среди погибших было двое детей. Погибших в этом году на дорогах Республики Башкортостан за тот же период, что и в прошлом году, на 32 человека больше. Это колоссальная цифра на самом деле. То есть, конечно же, показатель смертности на дорогах Республики в этом году будет существенно превышен. И Хабиров уже даже перестал на это обращать внимание. Однако Хабиров, выслушав Клебанова, потребовал, как он выразился, включить голову при разработке графиков ремонтов дорог. Ну, это было очевидно про ту пробку, в которую он попал лично 1 мая, когда он бился в салоне Мерседеса, требуя что-нибудь сделать, а никто ничего не мог сделать со всех сторон. Дорогой Радий Фаритович был заблокирован обожающими его жителями республики, тоже стоявшими в этой исполинской пробке. Хабиров отдельно предупредил Клебанова, что он не отстанет от него, он так и выразился, по поводу весового контроля автомобилей, который так и не удается организовать Клебанову в республике, несмотря на гигантские вливания средств в это мероприятие. Хабиров сообщил, что из 13 станций весового контроля, а вообще-то их должно быть 20, из 13 11 не работают. Перегруженные автомобили убивают остатки дорог, и в казно было недополучено около 50 миллионов рублей от грузоперевозок в дорожный фонд. Это же 50 миллионов, возмутился Хабиров. Это же, как говорится, можно еще на недельку в Эмираты махнуть, а вы их упустили, господин Клебанов. В общем, он был в ярости. Припомнил Хабиров Клебанову и свое поручение, которое ему выдал в прошлой встрече, поручение разобраться с раздолбанными дорогами, которые разбили большегрузы при добыче ПГС в карьере Мурсалимкина. Клебанов в этот раз клялся и божился, что все дороги будут восстановлены, а добыча в карьере будет остановлена или уже даже остановлена, что на самом деле, конечно, неправда, потому что ПГС из Мурсалимкинского карьера идет на строительство федеральной трассы М7, и никто, ни Клебанову, ни Хабирову не даст прекратить введение этих работ и вывоз оттуда вот этого всего гравия. Так что, как говорится, пошумят и разойдутся. А вот насчет того, что восстановят дороги, тут у меня очень большое сомнение. Далее заслушали коротенький доклад Ирика Хайреваревича Сагитова о планах по проведению 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Вкратце, планы таковы. Возложение цветов генералу Шеймратову, это, понятные дела, обязательная процедура. Потом перемещение в Парк Победы и тоже возложение цветов. За этим последует парад военнослужащих и техники на Горсовете, где пронесут гигантские флаги размером 10 на 20 метров, ну и пролетит три вертолета над изумленной публикой и какое-то количество частных самолетов, которые собирают со всей республики, чтобы явить миру авиационный парад. Выслушав этот доклад, Хабиров с тревогой напомнил главам муниципалитетов о необходимости быть бдительными в наше непростое время. Что он имел в виду в контексте 9 мая, я, честно говоря, не очень понял. Но, возможно, тот самый случай в Стерлитамаке с подростками, когда дети помочились прямо в вечный огонь. То есть, вот именно этого, наверное, допустить главы муниципалитетов никак не должны. Заслушали доклад министра сельского хозяйства господин Фейзер Ахманова о ходе весенних полевых работ. По словам министра сельского хозяйства, погодные условия в республике не позволили начать весенние полевые работы в полном объеме и в срок. На данный момент только треть районов работают в полях, остальные не имеют возможности туда выйти. При этом количество озимых в республике Башкортостан в прошлом году было посеяно на 30% больше, чем в предыдущий период. И, соответственно, озимые пострадали здесь самым серьезным образом. То есть, вот эти майские морозы и заморозки до минус 10 на почве были, и, соответственно, озимые пшеницы, рожь и что они там еще сеют, очень сильно пострадали. Однако Фейзер Ахманов не стал уточнять, насколько. Неблагополучная ситуация и с удобрениями. В трех районах республики Башкортостан удобрений для весенних полевых работ и вообще для сельского хозяйства нет совсем. То есть, в трех районах республики. Еще в 18 районах республики, по словам Фейзер Ахманова, простите, этих удобрений очень мало. То есть, ничтожное количество никак не годное для современного ведения сельского хозяйства. Остановился Фейзер Ахманов и на вопросах снабжения топливом сельскохозяйственных работ. Как он заявил, перебоев с поставками топлива нет, но вот цена за тонну на данный момент составляет 68 тысяч рублей, и то это в среднем. Значит, бывает и побольше. В 2023 году весной цена за тонну топлива для сельхозпредприятий составила 51 тысячу 600 рублей. То есть, цены за год на топливо выросли на 32%. И это, кстати говоря, оптовые цены. Это безусловно существенно скажется на стоимости сельхозпродукции, которая вырабатывается в республике Башкортостан. То есть, 32% рост топлива – это очень много. Но ведь мы должны понять и нефтяников. Благодаря мудрой политике государства. Нефтяникам теперь некуда продавать топливо, кроме как внутри страны, своим гражданам, сельхозпредприятиям и так далее. А интересы нефтяников, как известно, они в приоритете в Российской Федерации. Остальные все хлеборобы и пенсионеры, как говорится, как-нибудь выкрутятся, а вот нефтяникам нужно помогать. Потому цены не просто выросли, они еще и продолжат расти в течение ближайшего времени. Фатрахманов еще упомянул о том, что сейчас в Башкирии на ходу пересматривается схема посева в сельском хозяйстве. А опоздание в графике сельхозработ составляет уже полторы недели. Вообще для периода сева это достаточно много. Хабиров с тревогой попросил Фазрахманова сравнить перспективу урожая 2024 года с урожаем 2023 года. Но Фазрахманов ушел от прямого ответа, видимо, пометуя об методичке о недопустимости негатива в эфире. Министр уклончиво обещал, что скоро он оценит эту перспективу и, видимо, лично тайно доложит дорогому Радио Фаритовичу. В общем, я констатирую, что с сельским хозяйством в этом году нас ожидают большие проблемы. В этот раз на совещании обратились и к любимой теме дорогого Радио Фаритовича, к благоустройству в республике Башкортостан. Под благоустройством он понимает разведение парков, скверов и установку всяких скамеечек, посадку однолетних растений, ну и, в общем, всю вот эту красоту, которая в его представлении делает наш мир лучше, нашу жизнь удобнее и прекраснее, ну а все остальное, как говорится, подождет. Юрий Паутусов, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, отчитался о нескольких программах, которые разработаны и осуществляются в республике Башкортостан в контексте благоустройства. Первая программа – это башкирские дворики, самая любимая у Хабирова. Объем этой программы в этом году составляет 1 миллиард и 84 миллиона рублей, 143 двора будут отремонтированы. Далее – федеральная программа формирования комфортной городской среды. 1 миллиард 200 миллионов рублей, 123 общественные территории будут благоустроены, то есть это те самые парки, скверики и вот это все, что любит Хабиров. Третья программа – капитальный ремонт многоквартирных домов имеется в виду ремонт подъездов. Вот тут, внимание, всего 106 миллионов рублей. 119 подъездов будут отремонтированы, средняя стоимость ремонта одного подъезда составит 2 миллиона и 700 тысяч рублей. И финальная, последняя программа – это капитальный ремонт крыш. Об этом Хабиров много говорил, помните, он сказал, что если крыша течет, то все остальное не имеет никакого значения. Очень ненадсказательно у него получилось в тот раз. На ремонт этих крыш выделяется 670 миллионов рублей и планирует отремонтировать 138 крыш. В среднем по 5 миллионов на каждую крышу. Хабиров, выслушав Палтусова, строго заповедовал тем, кто занимается вообще всеми этими делами, особое внимание обратить на качество работы. Ну, это, конечно, это такое серьезное замечание, вы смотрите у меня, красочку подбирайте правильно. Отдельно Хабиров потребовал чаще разъяснять людям, что творится, например, в парке лесоводов. Ну, очевидно, что вспышка недовольства варваровскими способами благоустройства была увидена в Белом доме, и Хабиров не смог проигнорировать вот этот вот казус со сносом абсолютно нормальной дорожки, которую взяли и раздолбали тракторами. Очевидно, что фокус внимания Хабирова сконцентрирован именно на всяких парках и двориках, а вовсе не на существенном, важном ремонте многоквартирных домов и их инфраструктуры. Почему я так говорю? Потому что пропорция вот в этих финансах на все вот эти четыре программы выделено чуть более трех миллиардов рублей. Так вот, 75% этих денег уходит на парки и всякие скверики, дворики. А 25% идут на хоть какой-то ремонт дворов, там, крыш, подъездов и прочих вещей. Ну, вот такая вот раскладка. Это четко иллюстрирует то, что Хабиров действительно поймал за хвост вот эту жарптицу ремонта парков, сквериков и всяких красивых территорий, на которых действительно контролировать расход денег очень сложно, которые каждый имеет отдельный уникальный проект и ничего доказать потом нельзя. Вспомним, да, лиственницу в парке Кашкадан? Ведь никто ни за что не ответил. Это как бы лиственница до сих пор гниет в парке Кашкадан, озеро обмелело, рыба передохла, а денежки освоены. Вот это очень глянуло с Хабирову, и он всячески нагнетает вот это паркостроительство. 75% финансов, которые выделены на благоустройство, уходят на парки и скверики. Субтитры создавал DimaTorzok